всех приветствую я за кадром нахожусь сегодня вот какое видео вот эта машина она у меня уже довольно таки давно где-то с полгода изначально ширина ширина длина стежка здесь было менее 4 где-то 3 до миллиметра 3 даже наверное да или даже 2 и 9 и 2 и 7 ну никакая что я сделал предварительно я даже где-то показывал по моему здесь следующее происходило действие следующее вот эта рейка она изношена и не коим образом не поднималась там есть регулятор можно поднять опустить но тут максимально поднято и зубчики выходили очень на ну и мало выходили скажем так за пределы игольной пластины я сделал вот здесь прокладочку вот она из жести поднял где-то ну наверное на 0 7 на 0 8 миллиметра но сейчас приемлемая высота сама то вот она высота зубчиков теперь стежок прибавился сразу вот здесь у меня вычисления это я делал буквально недавно сегодня скажем так так ну тут 8 стежков 37 миллиметров 462 потом я тут не до конца было ну вот 475 миллиметра это я добился даже миллиметра полтора наверно вот поднятием зубчиков там кое-какие люфты устранял но я все-таки хочу добиться 5 или пять с половиной миллиметров здесь позволяет конструкция этой машины сделать такое вот я хочу сегодня этим и заняться так вот у этой машины регулируется как кто разбирал кто вот и занимался на подольских машинах да не только на подольских здесь вот приливы но такой типа эксцентрик можно было здесь вот чуть-чуть порегулировать но тут на чуть-чуть совсем мог измениться шаг строчки но можно было покрутить у этой машины регулировки вот здесь ну здесь я не буду ничего трогать это так незначительно что-то и если и изменит то очень и очень ерунда короче я решил пойти другим путем сейчас покажу каким таким можно сказать экстремальным вот у этой машины ну так же как и у орша еще там бутик стим и по моему старых буду 50-х годов машин вот есть ну как и у пмз можно вот здесь сделать пропил это я думаю добавит пол миллиметра по любому мне кстати и надо всего добавить ну если пол миллиметра это у меня будет пять с четвертью само то потому что это на бумаге на ткани будет уже другая другая картина вот сейчас я приготовил есть шарошка алмазная вот я и сейчас здесь но тут можно выбирать да тут с миллиметр можно выбирать сейчас я этим и займусь кстати вот у меня была орша у орши тоже было очень и очень тоже где-то 37 там я добился четыре с половиной почти на миллиметр увеличил причем увеличил только пропилом ну машины старые тут износ этой машине лет 70 вот 25 30 вот которые перед вами древние она 50 может 55 так 56 года 1900 так без фанатизма сейчас буду проверять периодически машина у меня тут в домашних условиях я в мастерскую не потащил мне что-то честно говоря лень делаю по месту да и вот сейчас только я увидел и вспомнил я же эту паял тут разбито было игольная это вот внутренняя сторона вот я здесь маленько закрыл ну была раздолбана очень и очень игольная пластина от такую я не знаю у меня есть для прямой строчки от 51 они по моему аналогичны принципе можно от 51 аккуратненько расточить я кстати делал мне как-то прислал 53 вот точно я вспомнил мне 53 пришел с пластиной ну отверстие под прямую строчку я ее расшарашивал дремелем и получилось вполне так что мне где-то запасная 1 или 2 есть для келлеров можно но я решил эту восстановить так ну 10 наверно сделал я замерю так ну что тут у нас да пока ничто 48 мало пильнул что-то я поскромничал ладно сейчас сделаю хороший пропил потом замерю чувствуется вроде бы увеличился стежок до увеличился узнаю точно на сколько так это вот был хоу на один стежок аж по моему на целый стежок увеличился вот был а вот стал так 5 и 3 ну наверное на этом остановимся или сделать пять с половиной наверное тут еще можно чуть-чуть сейчас я покажу да не чуть-чуть но тут вот уже до заклепки до заклепки еще есть расстояние вот здесь вот можно чуть-чуть снять еще позволяет а потому как потом здесь вот наплыв наплыв упрется в заклепку до этого наплыва чуток есть сейчас я еще дремелем маленько поработаю третья примерка уже так как что а я же опустил и ну явно явно тут прибавилось вот так наверно мы и оставим куда еще больше так замеряю так раз два раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 стежков ну вот чуть-чуть да нет в принципе что-то мне последнее запил а ну все она она уже регулятор как мы видим все уже упирается вот в эту заклепку и и трогать не буду ладно последний запил ничего не дал 55 и 3 5 и 3 миллиметра более чем сейчас на ткани потому как на бумаге это мерить это дело неблагодарное прошивать буду на это сукно или драб ну довольно таки толстая ткань так что мы видим что-то нитку я поставил не очень удачную белое к сожалению не нашлись вот тут был бы я у себя мастерской меня там есть всякие разные у жены что-то одни темные тут я не вижу светлых абсолютно ладно сейчас какие-то другие поставлю так но нашлись только текстурированные вот я брал для оверлоков хорошо ставить на верхний петлитель получается хорошая строчка даже на китайских оверлоках ну не знаю на машинке как это будет выглядеть сейчас про проверим вот она строчка как мы видим ну реверсная тут она и была изначально здоровенная ну вот замеряем что у нас тут мы видим так 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 это у нас реверс вот так будет точнее что у нас с реверсом 5 миллиметров вот ровно 5 миллиметров как мы видим конечно что-то я мерил совершенно не то получалось говорил я уравнял тут получается вот 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 это близко к истине думаю что это я там намерил какие четыре какие могут быть четыре когда так ну вот четыре с половиной нормально ну естественно реверс будет 5 сам же что ли подкладочная ну на этой ткани конечно же строчка будет шикарная большая вот такая будет строчка 5 5 5 и там какие-то десятки больше пяти все что и требовалось доказать вот теперь точно все